Жители домов на проспекте Карла Маркса возмущены развернувшейся под окнами стройкой. Застройщик уже построил две высотки, теперь рядом хочет возвести еще два здания. Но люди выяснили, что разрешение на строительство пока не получено. Жители подготовили коллективную жалобу на застройщика. Со своей проблемой пришли на прием к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Министерство строительства на данный момент не дало разрешение на строительство. Но застройщик продолжает вести действия по строительству, снос деревьев, спил. Сейчас мы не знаем, как нам выйти, потому что детские площадки при дворовой территории нас лишают. Если начнут строить, то, соответственно, мы будем иметь только участок асфальтированной дороги. Есть у нас переписка с городом по этому поводу, из нее следует. Продление договора о развитии застроенной территории ему не продлевается. Что предлагаю сделать? Предлагаю нам организовать выезд на место. Я сам подъеду, следующий свой приезд. На месте, вместе с чиновниками, мы, выехав, я думаю, какую-то, выработаем единую конструкцию, пригласив туда естественный застройщик. Жители домов по улице Луначарского пришли на прием с инициативой обустроить возле музея «Самара космическая» парк науки и культуры «Союз». Люди собрали подписи и сами готовы активно участвовать в создании парка. Существует проект. Мы собрали, вот я лично собрал около 300 подписей жителей за создание этого парка. Мы встречались с директором музея «Самара космическая» и есть у нас подписи заслуженных деятелей науки, космонавтов, ученых. Что предлагаю сделать? Нам нужно включить территорию под организацию сквера вашего в программу «Комфортная городская среда». Благоустройство общественных пространств. Нужно туда заявляться. Мы поддержим. Также представитель инициативной группы жителей попросил помощи в благоустройстве двора. Люди хотят, чтобы на территории появились асфальтированные пешеходные дорожки, которые сократят путь к остановке и магазину. Депутат пообещал посодействовать и в решении этого вопроса. Лариса Шлафас, Николай Сидоров. События.